Приветствую вас, аноним. Давайте мы с вами сейчас разберем ваш вопрос. Значит, ну, вы хронологически, конечно, не совсем правильно твой вопрос составили, потому что второе, то есть вот второй абзац, он как бы вытекает из первого, а не наоборот. Вот. Но, тем не менее, я понимаю, что вы, в общем-то, и не обязаны били этого дела, да, поэтому мы с вами рассмотрим ваш текст так, как вы его написали. Значит, после созависимости происходят нервные спривы и депрессия. Вы знаете, сразу уже здесь можно сделать несколько замечаний, да, по поводу вообще того, что вы говорите. Слово созависимость – это исключительно провизиональный термин, который, ну, используется только врачами, врачами, психологами, да, специалистами, но никак не может использоваться клиент. То есть, когда вы используете вот подобное слово, да, когда вы используете подобные слова, значит, в своем обиходе. Для меня, именно вот для меня, это означает, что вы таким образом избегаете ответственности. Ну, за, может быть, твою жизнь, за, может быть, близость. То есть, ну, вы можете избегать близости, именно эмоциональной, эмоциональной близости, да, и так далее. Вы можете, ну, избегать этого. Вот. И, соответственно, мне бы не хотелось, чтобы вы использовали данные термины. Потому что они не позволяют говорить о том, что с вами происходит вообще на самом деле. На самом деле. Вот. Значит, всё зависит. Ну, там дальше вы раскрывает значение этого слова, поэтому его я анализировать не буду. Нервные срывы и депрессии. Во-первых, что для вас такое нервный срыв? Как он у вас представлен? То есть, грубо говоря, каким он должен быть, по вашему мнению, да? Почему вы решили, что у вас именно он, именно нервный срыв, а не, там, допустим, ну, что-то другое, да? То есть, ну, просто что-то может быть другое. Почему вы решили, что у вас именно нервный срыв? Далее, депрессия. Вы говорите депрессии во множественном числе. Тоже не совсем понятно, что это значит. То есть, депрессия, сама по себе депрессия, это заболевание, психическое заболевание, которое, значит, диагностируется врачом, значит, психо-терапевтом, либо психиатром, вот, диагностируется. И, соответственно, в результате диагноза назначается лечение, и это лечение, оно, значит, проводится, и в результате вы избавляетесь от депрессии. Вот. Депрессии не было. Депрессия либо болеет, человек либо болеет, либо нет. То есть, это, это, как бы, вот, если вы говорите, что у вас депрессия, то вы говорите, что вы больны. Соответственно, нужен диагноз соответствующий для того, чтобы, ну, чтобы ориентироваться на то, что у вас действительно депрессия. А не что-то другое. Вот. А если диагноза нет, то можно говорить о, скажем, например, депрессивном состоянии. То есть, это состояние менее серьезное, чем депрессия, но чем-то по симптомам, схожее с ней. Депрессивное состояние характеризуется подавленностью. И подавленностью, как правило, извне. То есть, какие-то люди, кто-то, как бы, говорит вам, что вы не должны что-то делать, или наоборот, должны что-то делать, должны, ну, чему-то стремиться, чего-то достигать, и так далее. А у вас это не получается, и, соответственно, вы из-за этого чувствуете угнетенное состояние состояния. Это вот депрессивное состояние, да, которое можно, в общем-то, заметить у вас при прочих равных условиях. Заметьте, что у депрессивного состояния всегда есть некий такой источник. То есть, источник депрессивного состояния это именно тот, кто на вас давит. То есть, источник давления. Либо обвинитель, либо преследователь, ну, ваш преследователь. Вы считаете, что вот этот человек, да, который, как бы, у вас, в сознании вас обвиняет, что он, значит, имеет над... над вами имеет какую-то власть. И он, в общем-то, имеет право указывать вам, что делать. То есть, вы испытываете чувство вины от того, что не следуете предписаниям, указаниям этого человека. Вот. Соответственно, тут необходимо разбирать то, как стало вообще возможным появлением такого человека в вашей жизни. Почему такое стало возможным для вас? То есть, грубо говоря, почему вы, ну, скажем так, при возносите предписание и нормы какой-то фигуры или указание какой-то другой фигуры над собой. Почему вы ставите себя ниже? Вот. это то, что можно сказать вам по заголовку и по тому, что вы говорите о депрессии. Дальше. Значит, три с половиной года я встречалась с героиновым наркоманом. Ну, как бы, как бы, вы там дальше немножко проясняете ситуацию. Я вам тогда хочу сказать, что в общем-то наркоманы, да, это по сути они те же люди. то есть в них нет ничего нечеловеческого. То есть, если вы встречались с наркоманом, героином, если вы его любили, если это был хороший человек, ну, просто по своей сути, да, то, возможно, ему требовалась помощь. Если человек не хотел, чтобы ему помогали, если человек не хотел лечиться, не и, соответственно, человека, ну, не мучить его и не мучить себя, да. Вы пишите, мы планировали свадьбу, детей, пока я однажды не увидел его со шприцом. И с этого момента начался ад, он уже не скрывал свои зависимости, кололся при мне, доводил меня до таких истерик, что изношен, изношен, шлак-рот. Ну, если честно, здесь не очень понятно, не очень понятно, как развивалась ситуация, да, то есть, ну, вы, значит, планировали свадьбу и детей. Это, в принципе, я понимаю, то есть, понимаю то, что вы планировали свадьбу и детей. Не совсем понимаю, зачем вам дети и почему так важна была свадьба. это первое. Второе. Значит, вот вы пишите, что значит, увидели его со шприцом и, соответственно, с этого момента начался ап. с какого именно момента с То есть, просто с момента, когда вы увидели его за шприцом, с того, что он не скрывал своей зависимости. Ну, возможно, он не скрывал ее, но как-то же он относился к ней и к вам. то есть, на мой взгляд, на мой взгляд, да, это очень важный момент. Если мы говорим о том, что для вас начался ап наших, я так полагаю, что с тех пор, как он узнал, что-то изменилось. Я хочу понять, что изменилось именно. Что изменилось именно вот с его стороны. Именно с его стороны по отношению к вам. Что изменилось? Что стало другим. Важный ли это момент? Да. Момент этот очень важный. Потому что вы говорите, что человек потом, после этого начал вас оскорблять, унижать и так далее. В некоторой степени я могу предположить, что после того, как вы узнали, ну, у вас пошла какая-то, вот знаете, ну, может быть, не совсем правильная модель поведения. т.е. т.е. вполне возможно стали вести себя не так, как нужно было бы вести себя. И человек вероятнее всего, ну, боялся вас потерять. ну, это, конечно, опять же, исходя из того, да, что как бы произошло. т.е. что-то его заставило менять свое поведение по отношению к вам. дальше, он уже не скрывал свои зависимости, а должен был кололся при мне, доводя меня до истерок. А почему то, что он кололся, да, доводило вас до истерок? т.е. почему вы это воспринимали именно так? Из-за чего? Нет, я понимаю, что мало хорошего, я понимаю, что в этом нет ничего вообще сколько-нибудь здорового, я понимаю. я хочу скорее скорее узнать почему у вас были истерики. И истерики судя по всему довольно сильные. Вот это скорее меня интересует. ведь если у вас были истерики наши, вы как-то, ну, как-то проецировали то, что он делал именно на себя. Т.е. что-то заставляло вас проецировать именно на себя. то, что он делал. И вопрос, весь вопрос заключается в том, почему так происходило. С другой стороны, с другой стороны, не менее важный вопрос, не менее ценный вопрос заключается в том, почему вы терпели. у вас истерики, очень сильные, вот, наверное, вы кричали и вы продолжали это терпеть. в том, ожидали, что человек перестанет? вы ожидали, вы человек настоятельно выйдет из своей зависимости? Так вы считали? Или как? Понимаете, очень важно понять, что двигало словами. Здесь значит по направлению к такому поведению. То есть, может быть, это был страх. Страх, например, ну, допустим, потерять мужчину. страх потерять с ним значит, будущее, да, и так далее. То есть, у этого тоже есть свои какие-то обоснования. И эти обоснования нужно обязательно вам постараться увидеть. Потому что это важно. То есть, что-то заставляло вас оставаться в этом состоянии. Что-то мотивировало вас. Вы же сразу от него не ушли, правильно. Дальше идем. Он унижал меня, я оскорблял, когда хотел уйти, то угрошал и запугивал. Я боялась спать ночью. Ну, смотрите. Получается, что человек совсем другой был. Ну, то есть, не тот, который, как вы думали, был с вами. Рядом. то есть, вы вы получается, не так хорошо его знали. что не так. Ну, потому что, как правило, зависимость подобного типа, да, ее достаточно сложно скрыть. Вот. То есть, это вот такой момент. Человек резко менялся, стал вам угрожать и так далее. Опять же, если вы боялись спать ночью, если он вас запугивал, если он вас оскорблял и унижал, то, на мой взгляд, опять же, совершенно неясно здесь, что, почему вы от него не ушли. то есть, вы можете сказать, ну, как же, он меня запугивал, он же меня, как бы, ну, оскорблял, да, он же меня унижал, я же боялась. Вот. Знаете, вы же все равно сами, да, потом ушли. А значит, вы могли это сделать. Вы могли уйти, но вы не уходили. Значит, что-то, что-то, именно вас держало с ним. Именно вас что-то удерживало. Не он вас удерживал, а вы позволяли ему себя удерживать. И вопрос заключается в том, что именно, что именно доставляло вас с ним быть. Что именно доставляло вас удерживаться в отношениях с ним. Это тоже очень важный момент. Скорее всего, это то же самое, что и вы описываете дальше, что я поясню обязательно в дальнейшем. так. В итоге, в один момент я осознал, что созависимо, как вы это осознали, на чем вы основывали свое такое предположение, то есть почему вы посчитали, что все-таки, ну, созависимо, откуда это понимание к вам пришло, что на это, собственно говоря, указывало. Вот, потому что созависимость это, в общем-то, довольно серьезно. и просто уехала в другой город, в другую область, оборвав все связи. Все связи с кем? Опять же. Непонятно. Я испытывал сильнейшее чувство стыда по поводу чего, из-за чего кто или что заставляло вас стыдиться. Созависимо, страшно, откуда вы знаете, моя злость, на что или на кого, обида, на что или на кого, ненависть, к чему или к кому, остались. То есть, понимаете, злость это, по сути, эмоции. Это эмоции, сигнал о том, что вам нужно делать что-то. Вам нужно, ну, менять свое поведение, менять что-то в своем поведении. Это злость. Значит, обидно, это завышенные ожидания, завышенные ожидания, как правило, мистифицированные ожидания, то есть, ну, то есть, ожидания связанные с, как правило, вашими собственными, значит, потребностями, вашими собственными фантазиями, которые имели место быть именно у вас. Это вот то, что касается обид. То есть, обида, то, чего вы ждали, это то, чего вы не получили. К сожалению. И обида, это, по сути, как бы невозможность самостоятельно реализовать то, чего вам бы хотелось, да, это невозможность самостоятельной реализации своих потребностей. И, соответственно, внутреннее убеждение, что этот человек должен был вам, ну, например, дать то, чего вы от него, допустим, хотели. Хотели бы. Вот. Значит, это вот то, что можно вам сказать по поводу обид. Ненависть, в свою очередь, связана с тем, что кто-то или что-то лишили вас объекта дарующего спокойствие, удовольствие, удовольствие и так далее. И, поэтому, вы испытываете ненависть. То есть, ненависть связана с тем, что вас лишили привычной, ну, например, модели поведения, либо устоявшегося объекта удовольствия, который или объекта наслаждения, объекта спокойствия, который значит, вам был нужен. вот. И, соответственно, ненависть связана с тем, что вы вышли из своей зоны комфорта. Далее. вы пишете, что не можете избавиться от этих трех составляющих, и у меня здесь сразу возникает вопрос. А что вы сделали, для того, чтобы избавиться от этого? то есть, ну, как, по вашему мнению, от этого можно избавиться? Что по вашему мнению нужно делать для того, чтобы избавиться от подобных эмоций? от подобных чувств, да? От подобных эмоций. Вот. То есть, вы говорите, вы говорите, что вы не можете избавиться, значит, пытались это сделать. у вас не получилось, и весь вопрос в том, что именно вы делали. Далее. Вы пишете, что в один момент поняли, что не не будете значит мамой, мамой, не будете любимой, да? То есть, ну, не найдете любимого человека, и так далее. вы считаете, что самое главное это найти любимого человека, и быть мамой. Почему? по-моему, по-моему, этим и определяется ваша сверхмотивация. Сверхмотивация быть с этим молодым человеком, например. сверхмотивация терпеть все его какие-то проблемы, выходки, его слабости и так далее. Для чего вам искать любимого человека, или всего вам быть мамой анонимной. Я не вижу больше этой картины. И надо сказать, что для вас это здорово, что вы не видите этой картины. Потому что как бы излишняя излишняя обранность, излишняя обранность, да, она мешает здесь только. и соответственно, то, что вы сейчас не видите больше этой картины, вполне возможно, означает, что вы способны выстраивать отношения более свободные, не ориентируясь на образы, например, семьи, образы мамы, или образы любимого человека. Так что в этом есть свой определенный плюс. Вопрос в том, как вы этим пользуетесь. дальше. Вы пишете о том, что у вашего бывшего молодого человека сейчас есть ребенок и соответственно жена. Вы этому как будто завидуете, желая, чтобы на месте ребенка и жены были вы. И здесь в первую очередь, очень важно понять, вот вы говорите, он причинив людям так, почему у человека, который сделал столько плохого, почему у человека, который сделал столько плохого людям счастлив? Почему он? Почему не я? это очень архаичное восприятие вообще мира и справедливости, потому что люди все разные. И с чего вы решили, что он счастлив? во-первых, ибо у него только жена, и только ребенок, еще не известно, насколько они действительно счастливы вместе. во-вторых, он это он, а вы это вы. и кто сказал, что он причинил многое плохого людям? Кому? Кто эти люди? Почему плохого? Кто сказал, что плохого? Если вы, опять же, говорите, например, про себя, то здесь речь идет скорее о том, что вы терпели это плохое, несмотря на то, что для вас это было плохо. и если ваш мужчина, бывший, изначально злоупотреблял наркотиками, то по сути, всего страны ничего не изменилось, просто вы это терпели. И вот то, что вы говорите, почему он, а почему не я, это очень детская такая позиция. То есть вам чего-то хочется, и вы как будто бы плачете из-за того, что у другого есть то, чего нет у вас. Но нужно понять, что другой человек к вам отношения никакого не имеет. Абсолютно. И как бы вы сами, вот вы сами ответственны на свою жизнь. Только вы. А у меня такое ощущение, что ответственности здесь вы своей не видите. то есть вам причинив людям столько боли морально и психически опять причинив людям, кому, кто эти люди, в чем выражается боль, почему эти люди терпят эту боль, и что все это делает человек, значит, так, сделав одного человека, лежащим инвалидом, должен быть счастлив. Ну, понимаете как? Я понимаю, вас говорит ненависть, ненависть за то, что этот человек заставил вас отказаться от своей идеи, от своей цели детей, от цели свадьбы, от цели любимой женщины, и из-за этого у вас идет такая реакция. Но поймите, что? Что бы ни сделало человек, как бы он ни поступил, на счастье он все равно имеет право, потому что, ну, во-первых, ошибаются все, во-вторых, во-вторых, действуют тоже все люди, и, в-третьих, справедливость вершат каждый человек по-своему. То есть, каждый человек просто что-то делает, и просто чего-то добивает, в зависимости от своего подхода. Вот. И ваш мужчина, он может быть плохим для вас, но определенного успеха он добился именно потому, что он четко шел к своей цели, к тому, что ему было нужно, и, в общем-то, самостоятельно отвечал за это. А у вас получается так, что вы свои цели перекладываете на другого человека, что, соответственно, приводит к тому, что другие люди счастливы, а вы – нет. И ситуация здесь, она такая, ситуация здесь, она такая, что, смотрите, вот это ваша детская позиция. То есть, есть трудность, да, трудность. вы лишились, ну, скажем так, своей цели, вы лишились своих ориентиров, скажем так, у вас забрали это. и, вместо того, чтобы анализировать почему так, вы обращаете свою ненависть и злость на этого человека. Понимаете, сейчас, что бы этот человек ни сделал, как бы он ни поступил, он к вам отношения никакого не имеет. Понимаете? вот. И, соответственно, если человек к вам никакого отношения не имеет, то, когда вы пытаетесь на него возложить ответственность за то, что он сделал, и фактически ответственность за себя, то вы опять же играете в илизи. То есть, вы говорите, например, что у вас нет больше картинки вот этой вот семьи, да, любимого человека. здесь вы лукавите, потому что на самом деле картинка есть. Эта картинка представляет из себя именно то, почему вы другого человека теперь сравниваете с собой. И свое счастье, вот именно ваше счастье, вы также равняете на него. То есть, вы говорите, вот он счастлив, а не я. Но ведь к вам отношения никакого не имеет. Абсолютно. Понимаете? И чем быстрее вы это для себя поймете, увидите, чем быстрее вы увидите, что за этим стоит, а? То есть, что стоит за такой вот позицией, что кто-то другой счастлив, да, а я нет. Вот чем быстрее вы к этому придете, к пониманию того, кто вас, ну, может быть, может быть, вложил вот эти вот представления о том, да, что может кто-то может быть счастлив, да, а кто-то счастлив быть не может. Вот такое представление. Чем быстрее вы это поймете, тем быстрее вы станете свободны от этого, и тем лучше, легче, проще, понятнее вам будет окружающий мир, и тем меньше вы будете от этого мира требовать того, что, ну, как бы, не то, не положено, да, а скорее того, что вам этот мир дать не может. Вот так, вот так я благо, можно сказать. Соответственно, у нас получается такой вот в некоторой степени такой архаизм мышление, да, что где-то есть справедливость, значит, ну, где-то есть справедливость, которая почему-то обошла вас. То есть, вы по всей видимости, опять же, простите, если это прозвучит грубо, да, по всей видимости вы ждете, что счастье, оно придет к вам само. Вот. Так, к сожалению, не бывает. Вот. Счастье, оно само не приходит. Вот. К сожалению. И для того, чтобы оно, это счастье было нужно прикладывать усилия, и в первую очередь усилия вам, как хозяйке своей жизни. И в первую очередь, не обращая внимания на других людей, на то, как устраивается жизнь этих самых людей. А дальше идем. Следующий абзац, он в большей степени раскрывает, скажем так, причины всего вашего такого поведения. поведения. Вот. Он раскрывает в большей степени причину вашего такого поведения, но вы об этом всем пишите как бы во-вторых, то есть не во-первых, не во-первых, а во-вторых. И здесь у меня опять же к вам вопрос, почему вы считаете, что то, что произошло с вами в детстве, да, является менее важным, чем то, что произошло с вами сейчас. Даже по хронологии понятно, что то, что произошло в детстве, является как бы системообразующим, да, того, что произошло с вами сейчас. Далее. Вы пишите, молодой человек, но это все временно, у него ко мне нет чувств, вчера я раздался с ним в смс, и он даже не позвонил. во-первых, молодой человек появился когда? Как скоро после того, как вы переехали в другой город, в другую область, и так далее? почему вы считаете, что это временно? То есть, вот на чем базируется такое ваше представление? у него нет к вам чувств, пишите вы. Тоже важный момент. Почему вы так считаете? Почему вы считаете, что у него нет к вам чувств, откуда? У вас есть такая информация, ведь если молодой человек появился, значит, какие-то чувства у него к вам есть. почему вы берете на себя такую, я бы сказал, очень тяжкую ношу, значит, решать, решать за другого человека. Это правда очень тяжело. Вы пытаетесь решить за другого человека то, что, собственно говоря, даже он может знать ну не всегда точно. Тут вот у меня такой вопрос. Далее, вы говорите сегодня я рассталась с ним по смс. Опять же вопрос, почему вы расстались с ним по смс, если считаете, что ну нужно разговаривать и почему почему вы почему вы считаете опять же что он молодой человек то бишь должен вам был позвонить позвонить. А чем это продиктовано? откуда такие ожидания, особенно если мужчины понимают все довольно буквально и если вы расстались с ним, тем более по смс, то зачем вам звонить? так по крайней мере рассуждает большая часть мужчин именно в силу особенностей своего мышления и восприятия реальности. Далее. Значит так. Мне одной проще, чем с кем-то. Почему? Почему вы боитесь близости? Все свои чувства я сдерживаю. Правильно вы себя подавляете, вы как бы не позволяете себе проявлять свои чувства и это естественно не делает вас, ну, скажем так, более, знаете, ну, более свободный, более такой более приспособленный, может быть, к жизни, более приспособленный к отношениям. То есть у вас нет гармонии самой с собой, и из-за этого вы не можете как-то вот выстраивать отношения с другими людьми, к сожалению. Именно потому, что у вас нет гармонии у самой с собой. У самой с собой нет гармонии у вас. И я полагаю, что это весьма-весьма серьезная проблема, которая мешает вам быть счастливой. Опять же, опять же, быть счастливой самой по себе. То есть без обязательного присутствия молодого человека в вашей жизни. Это обязательное условие. Ведь за вашими чувствами что-то стоит. За вашими чувствами стоят желания, потребности. А вы их как будто бы принижаете своим поведением, своим отношением. Вы как будто их принижаете. И естественно, что в этой ситуации вы будете злиться вообще на всех. Потому что вы действуете в соответствии с какими-то надстроечными нормами, надстроечными представлениями, но не своими желаниями. Возможно, вы даже не умеете до конца себя слушать и слышать, что стоит за вашими желаниями. Вон опять, обиды, злость даже на нового парня. Почему? Почему обиды, злость? Вы пишите, я просто молчу и не могу сказать об этом. Опять же, почему? Что мешает? В детстве я пережила насилие со стороны мужчины. Это повлияло на меня. И у меня всегда один сценарий в отношениях, когда мужчины малознакомые или незнакомые проявляют ко мне в дверь, намекают на интим. Во мне это вызывает обращение, ненависть. Я просто хочу мешать и никогда больше не видеть. Кого? Непонятно. Знаете, эта травма, насилие мужчины, эта травма, и эта травма, она принесла вам определенные представления о себе. И во всех мужчинах вы видите теперь того мужчину только потому, что он повел себя некорректно. Но, во-первых, почему вы считаете, что все мужчины такие, вот именно сейчас, а во-вторых, важно понять немножечко другое. Что это в вас вызывает прощение, это в вас вызывает эмоции определенные. А это значит, в свою очередь, что они, ну то есть эмоции, они вызваны, вызваны вашими ощущениями. То есть, к мужчинам, ну, к любым мужчинам, да, это вообще отношения никакого не имеет. Не имеет отношения к мужчинам то, что с вами происходит. То, что вы переживаете, то, что вы переживаете, то, что вы переживаете, испытываете, связано только с вашими собственными эмоциями. С вашими собственными интерпретациями, вот. Но никак не с мужчинами, которые встречаются вам в жизни, ну, в вашей жизни. И если вы хотите, чтобы ситуация поменялась, если вы хотите, чтобы, ну, ситуация стала другой, то я полагаю, что для этого необходимо анализировать причину вашего отвращения, причину вашего страха, причину, ну, потребности, желания убежать, вот, и так далее. Это важно. Все это очень важно для вас. Если мы хотим вам помочь, если мы действительно хотим вам помочь, все это важно. Для начала, для начала мужина, который совершил над вами насилие. Необходимо разобраться с ним. Вот. И, соответственно, где были ваши родители, почему вы родители не сказали, и так далее, и так далее, и так далее. Так, значит, с новым парнем все было не так. С новым парнем это с каким? Каким именно новым парнем? Значит, я открыл с нему, и с ним мне было комфортно, а сейчас, после года обнажения, мне кажется, что ему нужно только это, что нету ко мне чувств, и постепенно начинается отношение к нему. Смотрите, вы пишете, что я открыл с нему. Что это значит, что вы ему открыли? То есть, в вашем понимании, открытие – это что? Мужчина хотел, чтобы вы ему открыли, и принял ли он форму, которую вы ему открыли? Дальше. Ага. Вы пишете, вам кажется, что ему нужно только это. И что у него нет к вам чувств. И постепенно начинаются отношения к нему. Во-первых, а что плохого в том, что парни проявляют к вам флирт? Что плохого в этом? Это нормальная, обычная, здоровая реакция. Как бы, что сопротивляется у вас этому восприятию? Потом, вы же понимаете, вы же понимаете сами, я надеюсь, что то, что вам кажется, что у него нет к вам чувств, связано именно с низкой самооценкой, в первую очередь, вашей. То есть, у вас низкая самооценка. Ну или, грубо говоря, заниженная самооценка, да? У вас. Заниженная. И из-за этого такая история. Вопрос заключается в следующем. Почему, если у вас, если у вас ваша самооценка занижена, то от этого, грубо говоря, страдает мужчина. Ну, грубо говоря, да, не говорю, что он там страдает, но тем не менее. То есть, за этим, опять же, что-то стоит. То есть, свою самооценку, которую вам спроецировал либо тот мужчина, либо кто-то еще, ну, из значимых. Фигур. В вашей жизни. Значит. Проецировал вам вашу самооценку. Вы же, в свою очередь, эту свою самооценку, а точнее чужие представления о себе, вы их проецируете уже на других. На одну, на других людей. На, в частности, вот, на мужчин, например. И отсюда все, как бы, трудности. Отсюда все тонкости. Отсюда вся проблематика идет. Идет. Что это не, не ваша, не ваша модель представления о себе, а чужая. Не ваша собственность. И отсюда вся сложность не возникает. Отсюда вся проблема и берет начало. Дальше вы пишете о том, что чувствуете себя куском мяса. Почему? Потому вы расстались с ним и ему плевать. А почему вы чувствуете себя куском мяса? Кто объяснил вас? И как это связано с тем, что вы расстались с ним? И как вы увязываете это с тем, что ему плевать? Откуда вы знаете, плевать ему или нет? За что вы испытываете стыд? Я устал от этого. И, значит, меня превращают мысли о присутствии. Со всем этим нужно разбираться анонимно. Ваша проблема, она достаточно серьезная. Надеюсь, что вы это осознаете. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! До свидания! До свидания! Субтитры сделал DimaTorzok